Всем привет, меня зовут Артур и мы продолжаем страдать в этой неэпической истории. Так, в предыдущей серии мы с вами побывали в сады, где получили новые доспехи. Небольшой апгрейд по оружию, включая вот великолепнейший лук на самом деле, который стреляет магическими стрелами. Стрелы выпущены из этого лука, а в полете покрываются смертельным ядом. Интересно, будет ли это действовать на скелетов? И мы встретили духа природы, которому нужно принести мандрагуру. Для того, чтобы это сделать, насколько я понял, нужно... Ага, да. Нужно... Сделать довольно большой крюк, насколько я понимаю. Слушайте, а это было здесь? Я не помню. Слушайте, по-моему, здесь было закрыто. Или нет? По-моему, сейчас таким образом придем к этому самому духу, да? Если да, то это значит я щас туплю. Да. Я туплю. Окей. Годица. Я согласен. Так, давайте-ка, мы возьмем вот этот меч. У нас, кстати, вообще-то было на быстрой клавиши, а я продал. Ладно. Хотел сказать, что у нас было копье на быстрой клавиши, но я его продал, чертой матери. Потому что я решил, что интереснее ходить с мечом. Так, наша лягуха, на самом деле, неплохо справляется с этими тварями. Но ей также нужны энергии. Тихо! Давайте пробуем вот это. Мне интересно, скелетов-то она отравит? Наверное, нет. Это было бы слишком... слишком... тупо, что ли. Ай. Давай хотя бы успей. Отлично. Просто... шикарно, я считаю. Нет! Моя лягушечка! Ай! Ё-моё! На самом деле, если меня щас убьют, я буду очень даже не против. Я постараюсь выжить, но я не против буду, потому что... Чёрт побери, лягушечку теперь нужно воскрешать, это стоит денег, капец. У меня были на неё планы, как минимум. Да сколько ж тебе надо-то, а, ублюдок? Так, есть мысль. Что-то мне подсказывает, что он... Хреново... Хреново на него действуют логические стрелы. А нет. Хорошо на него действуют. Понятно. Ау. Я просто хочу вас всех перебить, это опыт. Тихо. Отлично. Вот именно ради этого стоило. Блин, а сколько... Зоран sells Spark of Life Scrolls, used for resurrecting a pet. Once you buy... Я понял. Как раз хотел сказать. Сколько же может стоить эта... Искра жизни, или как её там. У нас 76 монет, продавать на самом деле вообще нечего. Это... Это капец. Мне кажется, что мы без лягухи будем очень долго. Как же я так прошляпил-то? Ладно. Меня сейчас беспокоит вот этот грёбаный склет. А, зараза. Ааа. Надо было даже сказать, что он развернётся. Я не знал, что он должен развернуться. Я думал, что он так и будет пасти меня. Так, я проверял здесь на наличие секреточки? Да. Конечно. Мне кажется, что это... Ну да, тут как раз переход... На другую локасу в воду. Что такое? Бежит, 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 бежит. Слышите? Хе-хе. А! Чёрт, их много. Должны слезть. Я сейчас на них дыхну. Отлично. Да капец, я... Между прочим, обратите внимание, он притащил дрова, которые я выкинул, чёрт и когда. И опять-таки, я только-только грохнул скелета, и он уже тут как тут, этот сраный воришек. Капец. Ой, тихо. Холодок сейчас не помешает. Я думаю, главное его не прошляпить теперь. Пускай хотя бы вон как-то... Вытягивай... Ай, да что ж такое-то? Вытягивай ситуацию. Отлично. Монетки. Пригодится. Нет, давайте-ка сходим сюда сначала. Ё-моё. По крайней мере, он их станет. А! А! Чёрт! Я успел! Я успел! Я успел! Ха-ха-ха! С горя пополам, но успел. Хотел сказать, что по крайней мере, холодок их станет. Уже какая-то помощь. Так, бегом, пока он там в другую сторону смотрит. Бален. Ну ладно. Так. То есть, это было только ради этого, да? Внизу дверь не открылась. Она, видимо, будет открываться с другой стороны. Хорошо. Давайте, знаете, что затем будем вниз. Я думаю, что да. Здесь мы... Ещё не всё подсветили. Хорошо. Тихо, а? Да, нам ещё нужны эти самые цветы удобрить. Ещё мы это вообще не сделали. Тихо. Тихо, тихо. А так как-то... Всеяди. Мы к ним не запрыгнем, кстати говоря. Лучше их оббегать. Простите, здесь плита немного выступает из пола. Вот тут. Да не подскажете, почему? Это ловушка! Я так и думал. Спасибо за предупреждение. Спасибо. По-моему, это товарищ из Звёздных войн тоже. Звёздных войн. Так. Так. И так. Ещё раз здесь. Хорошо. Что-то мне кажется, что мы идём туда, куда надо. То есть, естественно, надо вернуться, наверное, назад. И, кстати, что у нас с заданиями... Удобрения, вот удобрения. Пока. Ещё три растения. Хорошо. Смотри, Зера, ещё одна вызывалка. Зера? 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 Зера, чё ты, Юрия? Не покидай меня, Зера! Зера? Не. Незачем так орать? Твою жмать, я уже был, что ты исчез. Что-то оставил мне здесь всем одного. Если бы я только мог. Так, что ты можешь сказать? Только то, что если он убьёт тебя, я буду бессмертный. Ему благодарен. Будет жарно, а? Ну зачем он? Дай мне подсказку. Я же должен знать, сего врага блядца, не так ли? Я могу сказать тебе только то, что это живое дерево. И оно издевает лишь до стрел. Но если это дерево, то не логично будет струбить его или поджечь? Как можно быть таким тупоголовым? Волшебные деревья, эмуны к огню и клинку топора. Я понятен, я не мил, но я уверен, нет волшебных деревьев. Только нормальные. Знаете, Зератул нас подкалывает. Откалывает. Давайте-ка мы... У нас ещё есть время. Давайте мы перед тем, как ему наваливать, сходим... Твою мать! Во-первых, сходим сюда. Отлично. Сходим и найдём Андрагору, во-первых. А во-вторых, найдём ещё три растения. То бишь, закончим уже со всеми заданиями, получим нового питомца. Я немножко упоротый. После работы я просто... Так, хорошо, значит, давайте пойдём сюда. У нас, в принципе, пути больше особо нету. На этом пути мы должны встретить три растения и Андрагору. Как открыть эту дверь? Я, кажется, понял. Хорошо. Открывается она только потом, так сказать. Ого. Честно говоря, лягушка бы помогла, но хотя я смеюсь, что это тоже неплохо справляется. Холодок. Один выстрел, и оса умирает. Приветствую тебя, юный чипец. Приветствую, старик. Что ты делаешь мне на участие? Я медитаю. Я медитирую вдали от царящего круга и строго костей. И о чем ты сейчас размышляешь? Как заполучить книгу мудрости? С такими порт, та книга покроется над ней драмой. Я не могу достать её, мои старые кости не выдержат. А что это за книга такая? Эта книга дарует мудрость, читающему. Я уже давно желаю заполучить её. Юноша, ты будешь сильным и ловким. Ты легко сможешь спуститься и спрятать книгу. Для тебя, это должен быть простой задачей, слезать крючку и подниматься к ней. Что? Чего? Да ты посмотри на эти кули, это же самоубийство. Если ты делаешь это, я заплачу тебе сотни золотых. Это всё, что у меня есть. И это всё, что у меня есть. Блин, мне телефон дублирует. Алло? Мама? Это ты? Мам? Дэниел! Ты где? Чёрт? Тебя вечерки не носят. Ужин в день. Мама! Слава богу, мама! Я запрят в каком-то смиренском санке пол чудовища. Понятно. Значит, можно на тебя не ждать? Мама! Ты меня вообще слышишь? Я запрят в санке, и не могу отсюда выбраться, чтобы вернуться домой. Это почему ты не позвонил, не предупредил, что ты придёшь в золот, не придёшь в золот. Да потому что здесь нет сети, я... Средневековый санк не нужна шлистодовых вышек. Так если у тебя нет сетей, как же ты тогда с сыном разговариваешь? Без понятия, мам, ты меня нервируешь. Хорошо, я оставлю тебе немного макарон в холодильнике. Ты вернёшься, разогрей их в микроволновке, ладно? и разогрей их в микроволновке. Неверно. Но, мам, послушай, я... Мам. Мам? Мам? Да ты же, налево. Она бросила трубку. Она на меня. Давайте посмотрим, если я могу звонить кто-нибудь. Ничего. Без понятия. Боже, это невозможно, что моя мама звонила меня здесь. Я не догоняю. Вот да. Что это, чертовери, было? Я не помню объяснение этого, честно говоря, потому что, по-моему, объяснения не было. Так, берём в руки это. Делаем вот так. Вот так, я сказал. Отлично. Я думаю, что где-то в конце здесь должна быть Мандрагора. Да хорош стрелять, просто так. Голодок. Ёмки-палки. Ты же тупую энергию тратишь. Стрелять надо хотя бы в этих самых. Пчёл, пожалуйста. Отлично. Паук внизу. Внизу грёбаный паук. О, смотрите, работает. Отравил. Так, пока я не попал, делаем вот так. И вот так. Отлично. Капец, колодок разошёлся, честно говоря. Может быть, если всех здесь перебить. Так, паук. А! Уть! Охо-хо-хо! Капец! Просто кончены эти пауки, честное слово. Так, холодок умирает. Но ничего страшного. Наверх нужен ключ, видите? У нас его, по-моему, нету. Хотя, если тогда требуется просто ключ от сада, то он у нас есть. Огнём и холодом. Да! Отлично. Ключ от лаборатории. Я понял. Так, значит, что мы делаем? Чаро-рецепты. Где? Где? А! Здесь. Так. Пишем проход в лабораторию. Нет. Так, проход в лабораторию. Отлично. Замечательно. Теперь нам надо взять вот это. Боевая лаборатория вполне может быть лучше нашей. Но она хуже нашей, так что до свидания. Так. Чтобы попасть к этому засранцу, нужно встать вот так и сделать вот так. Отлично! Замечательно. Если бы он по нам попал, скорее всего он бы нас гинул. Так, а теперь, чтобы вернуться назад и не падать вниз, нужно быть предельно аккуратным. Ой! Отлично! Просто замечательно. Там просто надо высчитать прям до пикселя, чтобы прыгнуть как надо. О! Вот мандрагора, кстати говоря. Апи... Апоэдосум, каратиус, мандрагора обычная. Не обрезать, не мочиться, не удобрять фекалиями. Все. По идее, мы сейчас сможем выполнить несколько заданий сразу. Я чувствую, ко мне возвращаются силы, и все это благодаря тебе, мой юный друг. Я, дух исцеления, дарую тебе знания зеленой магии, да бы ты использовал его во благо. Отныне, твои глаза и сердце смогут прочесть и затворить любое исцеляющее заклинание. И, пожалуйста, говоря, очень круто. Можем его изучить? Да. Ну-ка. Это одно из таких заклинаний, которым пользоваться придется довольно часто. пускай она будет у нас как раз вместо наших лечений бутылочек. Так, следующее, что мы должны сделать, это, по-моему, что у нас здесь с удобрениями. Все, можно это тоже сдать. И сейчас мы получим нового питомца. Так, нам сюда, походу, да? Да. И вниз, по-моему, да? Сделаем вот так. Вот сюда. Да, отлично. Все все одобрены. Нет ничего, что призывается от этого вуни. Так, ну-ка. Появляется только с половиной здоровья. Вытягивает жизненные силы из врагов. Как только его здоровье полностью останавливается, оно может передавать его вам, если вы ранены. Это довольно круто. И мы его даже сразу же наверное используем. очень крутой питомец. Раст. Пускай пока накапливает энергию. Так, следующее наш пункт назначения это книга мудрости. Я думаю, что мы можем попытаться ее взять. Полагаю, мы сдохнем там не раз. Пока я смогу рассчитать траекторию полета. Ай, да что такое? Сколько я буду еще об этом забывать? Какого хрена? Проснулись. Зараза. Но мне насрать. У меня очень крутой питомец. Ждать просто когда он там развернулся бы, я не имел желания. питомец крутой, но он тоже может умереть. Твою мать! Блин! Ладно, я не очень расстроился, потому что наш питомец полностью за рук. Теперь я даже на самом деле рад, что нас убили. Я даже наверное в душе этого хотел. Как бы это странно не звучало. Да твою мать! О, кошечки. Я не знаю, я не знаю, почему я забываю об этом месте. Значит так, на этот раз мы ждем, когда этот ублюдок повернется. И далее мы стреляем в этих магий, чтобы мало не показалось. Получай, ублюдок! Отлично! Да что ж такое? Да сколько аж можно? Я понял, хорошо. Главное первому удару нанести, и тогда все будет хорошо. твою мать! Лучше я его уберу пока что. На самом деле эту голову можно не убивать, но я думаю, что она будет мешать мне сюда залазить. Так, нам черт, а нам не сюда что ли? А нет, сюда все хорошо. мы еще не были внизу, там тоже нужно не забыть про это. И на самом деле я предлагаю вызвать холодка, потому что холодок в этом плане лучше себя показывает. Так, он пока там просто справляется, а я буду убивать их углей. Отлично! Вот вот эту штуку, кстати. я не могу на нее навестись. Что ж такое? Ладно, разберемся сначала с осами или с пчелами, что это такое, не знаю. Видите, вот вверх-вниз летает хрень, ее я хотел бы убить, очень хотел бы. на самом-то деле, мне кажется, что можно было бы и не трогать. Но черт его знает. Отлично! Вся проблема просто не в осах, вся проблема в траектории, которую нужно рассчитать. Зараза! А на эту штуку я так навестись и не могу. Хорошо, ладно, давайте пробуемся, что я могу сказать. Хотя, я бы сохранился бы на самом деле еще разок, чтобы уль я больше не был. Так и сделаю. Я надеюсь, что уль не восстановится. о боже, я просто я не знаю, это капец какой-то сегодня с этим местом. Понимаете, в чем прикол? Я просто, когда начинаю движение, я сразу думаю о том, что вот я начинаю о чем-то думать, короче говоря, что вот нужно сейчас прийти и сделать то, лео, пятое, десятое. И все. Я забываю о том, что здесь вот такая задница. точно, 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 точно. Тихо. Может быть, стрельнуть в него? Отлично, все, я доволен. Я вообще хотел огнем стрельнуть, ну ладно. так тоже хорошо. Кстати, этот звук мне напомнил. Звук мне напомнил о том, что мы про... что у нас восьмой уровень, поэтому берем это, 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 это и это обязательно. Так, сколько у нас еще шесть очков? Довольно много на самом деле. Так, колечко, мы подняли колечко, которое наносит дополнительный урон холодом. Интересно, это если бы я бил холодом, оно бы дополнительный урон не наносило? Или в принципе, то есть, если я наношу урон огнем, оно будет еще дополнительно наносить урон холодом? Это довольно прикольно было бы. И, извините, ради бога, но надо еще раз сохраниться, потому что я не хочу открывать там локацию заново. Так как мы играем на тяжело плюс-плюс, это нужно все-таки делать, чтобы не было всяких непонятных ситуаций. Твою мать! что за хрень-то такая происходит? Если мне сейчас придется еще раз проходить это место, я пройду его идеально, я вам гарантирую. Потому что это уже просто ни в какие ворота. так, нам в эти двери, да-да-да-да-да-да. Ну что, давайте пробуем, давайте немножко посмотрим вообще как лететь надо. Ну, я даже не знаю, может, может и не получится, но если получится с первого раза, я буду только доволен. Поехали. Оть! Вау! Хо-хо-хо! Почти! Если бы этот ублюдок не грозился меня ударить, я бы, я бы, скорее всего, попал бы. Хотя нет, скорее всего, нет. Потому что я нагревался лететь дальше. А там не надо было дальше, там буквально чуть-чуть еще надо было проехать, и все. То бишь, нужно примерно на... Да что от тебя? Да что за нахер-то такой? Короче, нужно... Техо. Достал меня. Нужно на одном уровне с той хернюшкой летать, в смысле прыгать. тогда все будет в порядке, я думаю. Ну и еще раз вот так. Контрольный, так сказать. Да ладно, черт с ним. Улья, по крайней мере, нету. Так, поехали. вот отсюда. Да твою мать. Ах. Я это сделаю. Сейчас я это сделаю. Так, я помню. Я помню про это гребанное место с этими гребанными шипами. Вот здесь я помню про тебя. Я, черт побери, помню. Помню. Ха-ха-ха. На, я тебя сделал, скотина. Ах, окей. Отвернешься? Нет? Ну, тебе же хуже, поверь мне. Ну, я приблизительно понял, как надо лететь, так что думаешь, что на этот раз мы сделаем это. Ну, и вот так. Отлично. Ау. Зараза. Так, чтобы эту штуку пролететь, нужно лететь, прыгать вот сейчас. Отлично. И сейчас прыгаем. Да, чтоб тебя! Еще дальше! Да, какого хера? А может быть, нужно просто влево нас зажать, чтобы он летел влево? Потому что первый раз видели, когда я помер первый раз, он прилетел довольно близко, но я зажал тогда клавишу влево. Зараза. Это уже просто я не знаю. В традицию войдет натыкаться на эти шипы. получай, ублюдок. Я просто не устану тебя убивать здесь. Еще и лук выбил, который смогу продать на этот раз. Нет, давайте все-таки вот так. Я подумал попробовать их мечом перегасить, но потом передумал. опа, что это было? Изумбрутик? Рубин, отлично. Изумбруты зеленые. Так, пробуем еще раз. Прогаем. Сейчас. Отлично. Наконец-то. книга мудрости книга мудрости. На самом деле этот старик судя по тому, что он в принципе старик, он сам по себе уже мог бы со свои годы набраться мудрости и никакая книга ему не нужна бы. Не понадобилось бы. собака. Так, колодок, защищайся, если что. Бо, я не слежу за тобой. помню в первый раз я очень мучился с этим местом. Никак не мог рассчитать как надо. Эй, старичок, я сделал это. Вот твоя книга. Но, спрой, я хочу получить награду. О, превосходно. Вот обещанные деньги. А теперь мне надо идти. До встречи. Надо было, наверное, знать, что надо было хотя бы почитать, что в этой книге. Или нет? Может быть, я правильно поступил, чтобы не стал ее читать. Не знаю. Ладненько. В любом случае, я предлагаю на этом закончить эту серию. Она получилась довольно фейловая в двух местах. Блин. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам понравилось. И увидимся с вами в следующей серии. Все, всем пока. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!